Привет, красотка! Сегодня мы с тобой обсудим бьюти-антитренды на 2018 год. Стоит ли говорить перед началом этого видео, что я ни разу не стилист, не супермодная какая-то чика? Я вообще от моды очень далека. Она где-то так вот живет, знаете, своей культурой. И если мне нравятся какие-то тренды, то я их использую, я их ношу, я их внедряю в свою жизнь. Если нет, я никогда не буду это делать ради моды, потому что это модно, потому что это классно, потому что это трендово. Нет. Поэтому в этом видео чисто мое мнение, мой взгляд на бьюти-сферу, бьюти-индустрию прямо сейчас, потому что важно не столько даже следить за модой, за какими-то трендами, повторять их, даже если тебе это не идет, а скорее просто быть осведомленной в некоторых вопросах, которые сейчас актуальны, которые сейчас наоборот не актуальны. Именно, кстати, об этом будем сегодня говорить. Я выделила пять таких моментов, которые больше, как мне кажется, не актуальны, по крайней мере, вот начиная с 2018 года точно. Но в самом начале, девочки, я хотела бы вас попросить обязательно досмотреть это видео до конца, там будет супер важная информация по поводу моих дальнейших же видео. Точнее, не дальнейших видео, а просто одной из рубрик, которую я хочу вести на своем канале. Как мне кажется, она будет просто супер-мега полезной вам. Ну что, вернемся к нашим бьюти-антитрендам. Я их буду вам полностью иллюстрировать, то есть я буду показывать так, как не надо делать и так, как надо. Первый момент это мега-контуринг. Я думаю, что вы помните и знаете о таком супер-увеянии 2016-2017 годов. Спасибо, Ким Кардашьян. Кардашьян, Кардашьян, я никогда не знала, это правильно. В общем, спасибо этой женщине за этот тренд. Спасибо большое, что все мы научились делать из нашего даже блинчика лица супер-фарфоровую куколку, но на данный момент это уже не так актуально, как и раньше. Знаете, есть такие даже стики, которые продавались и продаются как бы до сих пор. С одной стороны, коричневый корректор, мы рисуем себе скулы, уменьшаем носик, лобик. Светлым корректором мы, наоборот, высветляем зоны под глазами, носик, под скулой. Ну, короче говоря, делаем из себя идеальный овал лица. Я не скажу то, что это полностью ушло в прошлое. Конечно, до сих пор коррекция существует, но, как мне кажется, она стала более естественной, какой-то более легкой. То есть, если раньше это были и кремовые корректоры, и сверху еще сухие корректоры, то сейчас, в принципе, достаточно сухого корректора. Ну, кому, конечно, как удобно, может быть, кто-то и кремовым пользуется. Но, короче говоря, вот эти вот черты лица, они скорее подчеркиваются немного, выделяются, нежели полностью переделываются, перекраивается крой твоего лица. Перекраивается крой тавтологии. Моя любимая. Ну, что еще в этом пункте стоит сказать, что сейчас больший тренд и больше упор делают скорее на румяна. То есть, создают более такое живое, здоровое лицо. Второй бьюти-антитренд, по моему мнению, это суперматовое все. Раньше, как вы помните, очень сильно было стыдно вообще иметь блеск на лице. Пудра была лучшим инструментом. Обязательно тон и консилер финишировался пудрой в несколько слоев, чтобы лицо наше не блестело. Также тренд на матовые помады, которые я безумно люблю до сих пор. Мне очень тяжело от них отходить. Я и не отхожу, на самом деле. Матовые помады, матовые тени. Короче, матовое все. Мне кажется, этот тренд был очень таким явным. Эпопея прям была целая. Так вот, сейчас все постепенно уходит, или уже ушло, я бы сказала, на блеск, сияние. В чем мы это замечаем? Конечно же, в хайлайтере. В таком продукте, как хайлайтер, который сейчас используют все повсеместно. Если раньше, опять же, это был контуринг, да, то сейчас это, конечно же, хайлайтер на вот эти зоны, на носик, на губы. Да хоть куда можно нанести? Мне кажется, его просто раньше от блеска избавляли, сейчас блеск создают. Но, конечно, не в Т-зоне, где это некрасиво, а именно на выступающих зонах лица, чтобы создавать такое вот суперсияющее, опять же, здоровое лицо. И матовые помады, конечно же, ушли на блески. Блески вернулись. Блески для губ цветные, прозрачные, все это очень актуально, все это очень... В немецком было слово, короче, такое in. Кто изучает немецкий, тот меня поймет. Это, типа, знаете, такое слово, типа, когда в моде. То есть, короче, прям пик. Так вот, блески сейчас прямо in. Ладно, переходим к следующему пункту. Третье, что я выделила, это брови. Да, мне кажется, бровей тоже мода коснулась. Если раньше были вот эти фигурные брови, инстаграмные, где вы там супердолго паритесь с вырисовкой, чтобы именно кончик и уголок был супер темным, вот так прям вот таким вот, чтобы начало брови было растушевано и карандашом, и тенями, и всем-всем-всем зафиксировано гелем. Рядышком все должно быть высветлено рядом с бровью. И у вас, получается, такие брови, на которые лучше, короче, не дышать. Если посмотреть вот так до, что было до покраски бровей и после, то это вообще нереальная разница, что делали раньше с бровями. То сейчас, мне кажется, все уходит опять же в сторону естественности. То есть, это зафиксированные брови. Чем зафиксированные? Конечно же, гелем. Гелем может быть цветным, может быть прозрачным. У кого насколько там темные брови, насколько густые. Конечно, и форму можно вырисовывать, но она все равно более естественная, что-то более приближенная к натуральным. Четвертый антитренд, ну это вообще даже, я не знаю, почему это было трендом, но я точно такое видела. Это эффект паучьих лапок на ресничках на наших. Конечно, и сейчас густо прокрашенные ресницы, это очень красиво. Конечно, и сейчас накладные ресницы тоже создают невероятный эффект. Классно все это выглядит, когда какой-то вечерний макияж. Но именно прокрашенные в 100 тысяч 50 слоев тушью ресницы сейчас, слава богу, уходят на нет. Тем более, чем дальше и больше развивается бьюти-индустрия, тем более качественные туши появляются на рынке. И туши действительно могут создать невероятный объем и длину с разделением. Буквально в 2-3 слоя. То есть, не нужно прям супер стараться, чтобы у вас получились короткие. Еще и вот эти вот паучьи лапки, действительно. И пятый пункт, который я выделила. Может быть, вы сейчас со мной, конечно, поспорите. Как мне кажется, это темные помады. Как и матовые помады, так и темные, как мне кажется, уходят далеко назад куда-то. Потому что прямо 2017, может быть, даже конец 2016, был упор на такие вот серые, темно-малиновые, темно-темно-бордовые помады. Это очень смотрелось так гламурно, эффектно, стильно на фотографиях. В общем, губная помада темного оттенка могла полностью, чуть ли не создать вам образ, стать его изюминкой. Так вот, сейчас, как мне кажется, все уходит, опять же, в сторону натурального. То есть, это оттенки помады под цвет твоих губ. Это какие-то тинты, это блески, опять же. Знаете, все эти веяния, может быть, их одна я заметила. Обязательно пишите в комментариях свои мнения. Но мне кажется то, что потихонечку все тренды, они сводят на естественность. Они девушкам позволяют чувствовать себя красивыми, такими, какие они есть, не сильно разрисовывая свое лицо, а просто подчеркивать скорее свою натуральную красоту со всеми ее недостатками, как кто-то, может быть, думает, со всеми изюминками, я бы сказала. Это круто, это классно. Также, если честно, я выделила помимо бьюти, вот таких вот антитрендов, именно касаемо косметики, я выделила еще много-много пунктов по маникюру, по одежде, по стилю, по украшениям, которые уже отходят на нет, которые тоже когда-то очень сильно стрельнули и сейчас упали. Но я решила их не мешать в этом видео. Если вам понравилось такого рода видео, то я сниму еще отдельное видео по всем вот этим вот пунктам, которые я не включила в это видео. Так, а мы переходим к важному, не выключаем видео сейчас, девочки. У меня созрела такая идея создать целую рубрику на моем канале, посмотрим, как она зайдет, что будет, но пока что идеей я очень сильно загорелась, мне она нравится. Я бы очень хотела вам помогать своим советом, своим каким-то наставлением, может быть, своим взглядом на ту или иную ситуацию в своих видео. Вы будете полностью фактически создавать контент такой рубрики, потому что с вас потребуется зайти в мой инстаграм, зайти ко мне в директ и отправить мне видео сообщение. Я думаю, вы уже знаете всю эту штуку, потому что у меня каждое видео, это видео вопрос из инстаграма, но здесь будет еще более полезная штука. Вы на видео записываете свою какую-то бьюти-проблему. Например, Саша, почему мне не получается красиво там нанести тональник именно вот этой кисточкой? Что ты мне посоветуешь? Либо вы там снимаете себя и говорите, Саша, как ты думаешь, какого цвета там помада мне подойдет под вот этот образ? Либо не обязательно брать именно там декоративную косметику, да и в принципе косметику, может быть, вы просто хотите совет, как от старшей сестры, от человека, который уже, допустим, повидал что-то в определенной области. Если я вам действительно смогу дать совет, если я пойму, что я уже такое проходила, фактически, я могу вам чем-то помочь, что обязательно помогу. И как я это сделаю? Смотрите. Я для себя выберу три ваших видео, три ваших видеопросьбы. В отдельном видео на канале покажу вас, покажу вашу просьбу, проблему и буду помогать вам онлайн фактически. То есть я буду разбирать ваши проблемы и говорить, что бы я сделала в этом случае и в этом. Может быть, пока что эта тема звучит очень непонятно и странно, но я думаю, что когда мы сделаем с вами первое такое видео, вы поймете, о чем речь. Но, как мне кажется, это очень классно, потому что это еще больше взаимодействие с вами, особенно если я вам действительно смогу чем-то помочь. Мне будет безумно приятно, мне будет безумно греть эту душу, что я не просто делюсь там информацией о косметике, а еще и могу помочь вам чем-то действительно в жизни вашей. И вы у меня можете спросить совет, как у старшей сестры. Может быть, такую рубрику и сделаем? Советы от старшей сестры. Ладно. Кстати, у меня нет идей для рубрики, поэтому, девочки, если у вас будут какие-то крутые идеи, и как назвать такую рубрику, пишите в комментариях. Не обязательно крутые идеи, просто любые идеи. Одна голова хорошо, а 750 тысяч голов лучше. Капец, иногда мне страшно становится от этой цифры, потому что это такая большая армия вообще, что мы с вами можем сделать? Обалдеть. Еще раз резюмирую именно по этой теме, по новой рубрике. Вы заходите в мой инстаграм. Вот он. Если вы еще не подписаны, подпишитесь, чтобы не пропускать всякие такие движухи, потому что они у меня происходят в инстаграме постоянно. Заходите ко мне в директ, снимайте себя на видео. Вот, типа, вот так. И говорите, Саша, у меня такая-то проблема, как ты можешь мне помочь? Отправляйте мне, и все. Дальше уже дело за мной, я отбираю ваши видео, и снимаю отдельный ролик на мой канал, где помогаю вам, и, я думаю, еще очень многим девушкам. Ну, вот вроде бы и все. Ну, а сейчас, красотки, у нас будет видео, вопросы с инстаграма. Это наша постоянная рубрика. Привет, Саша. Назови, пожалуйста, два косметических продукта, которые ты не сможешь убрать из своей жизни. Заранее спасибо за ответ. Какие вы у меня красотки все-таки. Просто невозможно. Так, два косметических средства, без которых я вообще не смогу. Наверное, это гель для бровей. Цветной. И тушь. Не то, чтобы я без них не могу, я очень часто встаю, типа, с утра, и просто там, допустим, мы с Денисом идем на завтрак в кафе, и я хожу без макияжа, мне как бы нормально. Но если, типа, срочно нужно выбрать какие-то два средства из всего набора моей косметики, то, наверное, я вот так возьму тушь и гель для бровей. Цветной. Да. Красотки, большое вам спасибо за вашу энергию. Если честно, вы меня очень сильно наполняете добром, очень сильно меня наполняете силой, и надеюсь, что у меня получается отдавать эту энергию вам обратно. Я вас очень сильно люблю, и улыбайтесь чаще. До новых встреч.